Будем говорить о первых итогах 11-й встречи Рамштайна с Валерием Романенко, авиационным экспертом. Он присоединяется к нашему эфиру. И Иван Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности, также присоединяется к нашему эфиру. Коллеги, давайте первое слово вам, Валерий, потому что все-таки мы говорим о том, что усиление ПВО – это важнейший аспект нынешнего Рамштайна. Ваши оценки 11-й встречи на базе «Рамштайн»? Добрый вечер. Мои оценки, как всегда, сдержанные, потому что нам нужно всего и побольше. Потому что ситуация критическая. Мы год воюем на старых советских системах. Начинали мы войну с примерно 30 комплексами ЗРК С-300, чуть более 30. Понесли какие-то потери. А аналогично, ну не аналогично, а такого же назначения, значит, дальний комплекс, зенитно-ракетный комплекс «Патриот» мы получили только один. Ну, это хватит для прикрытия одного города, и то не 100%, скажем прямо. Получили мы сейчас второй комплекс «Ирис-Т». Но это средняя дальность. Ну, два «Насамса» еще. Итого 4-5 современных комплексов при значительных потерях. При этом насчет истребителей мы не то, что не мы, а наши союзники не то, что не сформулировали коалицию для того, чтобы, как есть танковая коалиция, да, так создать истребительную коалицию, чтобы найти реальные пути поставки Украине какого-либо современного многофункционального истребителя взамен тех, что мы потеряли. К сожалению, на новом Рамштайне практически никаких шагов в эту сторону не было предпринято. Он, начальник Объединенного комитета штабов генерал Милли, сказал, что основной упор будет на зенитно-ракетные комплексы, но зенитно-ракетные комплексы – это пассивное средство, которое сможет прикрыть наши войска в случае наступления, но не сможет подавить вражескую логистику в случае, опять же, в случае наступления, и противник сможет... Вот авиация это может делать, а зенитно-ракетные комплексы – нет. Я напомню также Иван Григорьевич Варченко, эксперт по вопросам национальной безопасности. Иван Григорьевич, вот также хотелось бы ваше мнение услышать. Я озвучивала историю Рамштайна перед тем, как мы с вами начали обсуждать эту тему, и действительно, там был прям заметен, если по датам отслеживать, некоторый прогресс в формате Рамштайн, прогресс вот этих встреч. А как вы считаете, достаточный ли прогресс на сегодня, и чего бы вам, по вашему мнению, стоило бы добавить, и на что, возможно, стоило бы решиться? Совершенно разделяя мнение коллеги озвученное, то, что мы готовимся, и очень бы хотели получать большее, а больше ровно на сколько, чтобы было достаточно для того, чтобы реализовать потенциал сил обороны Украины в наступательных действиях весной и летом этого года. И понятно, что каждый Рамштайн, он, это уже не праздник, знаете, к которому готовимся долго и потом празднуем какое-то время. Это такой уже рабочий, совершенно рабочий формат. Мы понимаем, что каждому Рамштайну готовятся, и в этом формате достигается двух вещей. Первое, это говорят о том, что готовы страны, каждая из стран участников Рамштайна, что готова поставить. А во-вторых, обговаривают то, что нужно в ближайшее время на ближайший месяц, поскольку раз в месяц происходит такая встреча. И поэтому, конечно, важен и первый, и второй момент. Если мы говорим о том, что первое, то, что собирают участники этой коалиции Рамштайн, это от 50 до 55 государств сейчас, то мы понимаем, что ежемесячная помощь лежит в размерах где-то около 5 миллиардов долларов. Понятно, что был прорывной серьезный Рамштайн, встреча в январе этого года, на котором было озвучено очень серьезное решение по... Насколько серьезное, что это позволило назвать создание там танковой коалиции, да, или бронетанковой коалиции. Это вооружение наших сил обороны и танками, бронетехникой, и, соответственно, системами, еще дополнительной системами противовоздушной и противоракетной обороны, которые выходили за форматы предыдущих Рамштайнов, предыдущих встреч. Понятно, от этого Рамштайна тоже ожидали каких-то прорывных вещей, но я надеюсь, что эти прорывные вещи случились в той неформальной, в неформальном общении, происходящем между участниками. Участниками есть совершенно реальные профессионалы, формирующие в том числе общественное мнение во многих странах, которые до сих пор еще вагаются, как это сказать, вагаются на украинском языке, да, колеблются где-то в политических решениях относительно того, чтобы Украина получила серьезное вооружение, позволяющее работать в том числе в воздухе. Мы говорим прежде всего о противосистемах в достаточном количестве противовоздушной, противоракетной обороны и, конечно же, мы говорим о самолетах, позволяющих нам работать. Я думаю, эти серьезные разговоры точно произошли и точно аргументов добавилось к тому, чтобы ускорить этот процесс самолеты, которые позволяют сегодняшние вызовы, стоящие перед Украиной, а именно использование России крылатых авиационных бомб по нашим позициями, по мирному населению, ликвидировать эту угрозу с помощью, конечно же, современных самолетов четвертого поколения, позволяющих уничтожать на далеких подступах российские самолеты, российскую технику. — Иван, у меня в этой связи вы упомянули танки, и вообще министр Резников сейчас говорил о том, что есть танковая коалиция, новый меморандум. В этой связи, Валерий, вот к вам вопрос, насколько в наступательных действиях армии по современной военной науке важна слаженность работы авиации и танков. И можем ли мы говорить, что полноценно использовать танковую мощь можно только имея современные и эффективные истребители? Или они не связаны, эти два рода войск, и, в общем, одно свое делает, другое свое? — Валерий? — Вот, единственное... Алло, меня не слышно? — Да, это слышно. — Да, абсолютно точно это связано между собой. Даже со времен Второй мировой войны на острие танковых армий шли штурмовые самолеты, штурмовики-пикировщики. Сейчас их функции выполняют многоцелевые истребители. Ну и у нас остались все еще такой реликт, как штурмовики. У нас в Соединенных Штатах они вот снимаются с вооружения. Вот, зенитно-ракетными комплексами, понимаете, какая разница между старыми советскими зенитно-ракетными комплексами и теми, что мы получаем. Причем получаем, ну, в гомеопатических дозах их получаем, да? Смотрите, старые советские могли на марше сопровождать войска, в наступлении сопровождать войска. Они были самоходные. Бук, Куб, там, Шилка, значит, там, ой, забыл, как, ну, короче, артиллерийские, зенитно-артиллерийские комплексы, стрела-10, АКМ. Они все могли сопровождать наступающие войска, двигаясь почти в их боевых порядках. Комплексы, которые мы получаем, они буксируемые. Для того, чтобы его развернуть, нужно 15-20 минут, и они стационарные, то есть они стоят неподвижными. Для того, чтобы их перенести быстро, вот, нужно, чтобы подъехал грузовик, и была хорошая, удобная площадка, и не раскисший грунт, он тогда ее поднимает, этот комплекс, знаете, как полуприцеп, вот, как седельный тягач, да, берет его и опять перевозит на новую позицию. На марше это делать невозможно. То есть при наступлении наших механизированных войск, а это основная ударная сила сухопутных войск, мы можем подвергать, наша бронетехника, наши войска могут подвергаться ударам вражеской авиации. Штурмовиков, вертолетов, истребителей, бомбардировщиками, теми же самыми планирующими бомбами на расстоянии 40 километров. Вот, зенитно-ракетные комплексы, вот, те, что мы сейчас имеем, они, ну, скажем прямо, им крайне тяжело будет поддерживать нашего, уберечь наши войска от подобных ударов. Вот, я говорю исключительно об авиации, танковые, так сказать, части там имеют свои комплексы, но это ПЗРК, это, ну, явно недостаточно. Они хорошо работают против вертолетов, но практически будут беспомощны в случае ударов, например, со средних высот. Ну, вот как-то так. У меня следующий вопрос к вам, Валерий, к вам, Иван. Он будет состоять из нескольких. Вот сам по себе формат Рамштайн, я снова-таки обращусь к истории Рамштайна и вспомню, как мы встречали первый Рамштайн и саму эту инициативу. Это, на самом деле, историческое событие, и, вероятно, подобного еще не случалось. Сам по себе ведь этот формат достаточно успешен и удачен. Как вы считаете, стоит ли, ну, скажем, клонировать возможные такие вот коалиции для того, чтобы диверсифицировать решение проблем, либо просто потребности Украины на сегодня на фронте? Либо все-таки удобнее это решать во время одной встречи и действительно привлекать просто больше участников. Иван, давайте начнем с вас и потом перейдем к Валерию. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что встреч происходит значительно больше, чем один Рамштайн на месяц. Министры обороны, командующие вооруженных сил, командующие родов, войск встречаются, обговаривают вопросы. формируют, опять же, профессиональные потребности с нашей стороны. И мы получаем ответы. Ну, это не говоря уже о политическом уровне. Опять же, на политическом уровне тоже ведутся переговоры постоянно. мы понимаем, что это... Иван, сейчас у нас... То ли... Слышим вас снова. То ли это президент, премьер-министр, любой министр, приезжающий на Запад или разговаривающий со своими западными коллегами в Украине обязательно поднимает эти вопросы. Поэтому достаточно много этих площадок, в том числе, происходит в Европе, государству, которые являются участниками коалиции и вне формата Рамштайна, да, раз в месяц вне этой встречи. Поэтому, конечно же, очень насыщенный разговор, но Рамштайн в самом высоком уровне. И поэтому он очень важен. Нужно ли дробить где-то эти площадки дополнительно? Они и без этого формируются, скорее всего, знаете, в формате Рамштайна все те, кто готовы помочь Украине в военном плане, они собрались здесь. И, в принципе, какая-то часть стран имеет бронетехнику, и они согласились помогать этой бронетехникой. Кто-то, кто имеет авиацию и имеет возможность, опять же, использовать эту авиацию сейчас в Украине, потенциально, да, они разговаривают об авиационных вопросах. То же касается систем противовоздушной и противоракетной обороны. Не каждое государство из участников Рамштайна имеет возможность поставлять в Украину подобные системы. Поэтому, конечно же, меньшего формата, но не менее профессионально находятся круглые столы или, как это сказать, да, какие-то коллективы межгосударственные, создаются межгосударственные какие-то, опять же, площадки, на которых обговариваются следующие потенциальные наши возможности и потребности. Валерий, что вы можете добавить? Вы знаете, была в советском фильме такая хорошая фраза, что если собрать 9 беременных женщин, все равно ребенок не появится через месяц. Независимо от того, значит, сколько мы, насколько комитетом отдельно мы разобьем вот эти вот темы, решение зависит от нескольких политических лидеров. Вот. И пока они не примут это решение, я в отношении авиации говорю, да, я не специалист в остальных темах, либо менее, либо знаю их немножко хуже, чем авиацию ПВО. Вот. Поэтому в данном случае, да, я думаю, что это справедливо и для остальных видов боевой техники и вооружения. Я бы привлек к этим переговорам представителей производителей. Вот тогда все бы стронулось с мертвой точки. Люди, которые заинтересованы в прибылях от производства самолетов, танков, боеприпасов и прочих вещей, вот, они сразу бы огласили возможности своих предприятий и какие-то сроки поставок возможных. И вот это могло бы сдвинуть с мертвой точки. Весь этот длительный процесс и все эти, значит, длительные согласования. Потому что военные чем располагают? И, в общем, военные говорят то, что у нас есть на складах. Вот. Но мы получаем, например, те же ИРИСТЭ, мы получаем не со складов, а с предприятий. Вот. Поэтому я бы к этим переговорам просто привлек бы отдельных представителей, представителей военной промышленности, но в том же формате Рамштайна. Если возникнет необходимость, действительно, как говорит коллега, они могут по комитетам разбиться, но в том же формате, который уже отработан и который работает. — Учитывать, что серьезно увеличилось и производство снарядов, и вообще оборонка европейская, американская сейчас на небывалых темпах, разве они уже не подключены, Валерий Иван? Иван, как вы думаете, что касается производителей, они в процессе? Может быть, они не сидят там физически? Это бы тоже выглядело довольно, наверное, необычно. Все-таки министры обороны собираются. Но, мне кажется, в процессе участвуют, разве нет? — Конечно же, участвовать. Конечно же, участвовать, но опосредственно. Я понимаю, речь идет о том, чтобы они лично могли представлять, лабирировать в том числе свое вооружение, свои интервью нахо, где-то вооружение, которое может прийти в Украину. Но я понимаю, что сюда, на Рамштайн, на примере, на межгосударственные уровни, опять же, приходят те решения подготовки, которых уже точно брали, принимали участие производители и, как это, в предыдущем конкурсе производителей, тоже уже готовы представить то, что можно использовать на данный исторический момент, то, что опробировано уже и в какой-то мере согласовано, да? В полной мере согласовано. — Понятно. Валерий, мы правильно вас поняли, да? Именно об этом вы тоже говорили, то есть вы это имели в виду. — Я имел в виду, что они могут не сидеть за общим столом, но они должны быть представлены хотя бы консультантами, ну, вернее, быть в качестве консультантов для оперативного решения вопросов. Я вам приведу пример, значит, по решению по поставке тех или иных запасных частей к самолетам, и конкретно самолетам, во время Ленд-Лиза, ну, во времена Второй мировой войны по Ленд-Лизу из США принимал майор. Вот. То есть это уровень был недостаток, ну, не очень высокий, офицер не очень высокого знания, звания, и все это совершалось оперативно, потому что он владел ситуацией. А в данном случае, ну, полномочные представители руководителя какого-то предприятия могли бы оперативно ответить на вопрос, вот у министра возник вопрос, а можем мы поставить истребители F-16 и в какой срок? — Берет вертушку и звонит. Спасибо, Валерий. Большое вам спасибо. Да. И вам, Иван. Мы, к сожалению, эта тема уже заканчивается. Иван Варченко, Валерий Романенко были в нашем эфире. Продолжение следует...